Всем привет, друзья! Добро пожаловать! Это Resident Evil 2 на ремаке. Мы продолжаем с вами проходить. Это Ада Вонг. Да, красивая, сексуально не спорю, но очень болезненная в том плане, что не могу ее никак вылечить, нечем. Понимаешь, в чем проблема? Есть пистолет. Оказывается, этот пистолет у нас входит в ограниченную серию из 5000 таких же пистолетов. То есть, как бы редкая штука, визуализатор, патроны и световая граната. Все, на этом наш инвентарь как бы заканчивается, а игра нет, поэтому надо что-то делать. Значит, давай смотреть. Эту штуку можно было бы ломануть, но, как мы видим, надо искать, куда идет этот провод. Там уже можно будет взламывать. Здесь нихерашки. Вот, смотри, рычажок. Это всего лишь рычаг, он просто переключает потоки от одного к другому. Ну, а нам, видимо, надо дальше. Понимаешь, если тут будут какие-то зомби, я воевать нормально не могу. Просто по той простой причине, что у меня здоровье-то с гулькин хуй. Один раз ударишь, и все. И помрет наша красопедка. Шо это такое у нас? Какая-то камера, блядь, огромная. Похоже, знаешь, на что? На мусоросжигательные камеры, где утилизируют мусор обычно. Вот такая вот штука. Так, не падай. Мне та самая девку мучить, конечно, не хочется, но нет выхода. Понимаешь, вся трава осталась у Ленчика, потому что Ленчику она важнее была. Тут вообще лута мало. Че у нас здесь? Сентябрьский осмотр. Неделька номер два. Мы, наконец-то, получили новый браслет, так что можем приступать к осмотру зоны сноса. Я думаю, что недавние сообщения о проблемах с мусоросжигателем — серьезный повод для беспокойства. Скорее всего, забился крупным мусором. Как закончу с этим отчетом, пойду туда сам и разберусь. В чем же там дело? Это мусоросжигатель, я был прав. Он просто похож. Я сначала подумал о крематоре, но мы же не в морге, как бы, да? А там вон какие-то щитки стоят, кстати, между прочим. Может быть, один из них откроет мне дверьцу и туда ли? Давай, хибалык, и открывайся. Так она нежно взяла его отодвинула, блядь. Даже в этих моментах видно пристрастие и внимательность к деталям. Так, туда можно зайти. Это очень похоже на какую-то, блядь, западню, ловушку, когда ты сам себе... Блядь, ну на кой хуй надо идти в мусоросжигатель, скажи мне, пожалуйста? Что-то может быть. Мусора мало. Мне кажется, что здесь бардак похлеще, чем вообще можно тут все представить. Вот мусорок. Мне нужно как-то открыть, короче, дверь. Вот распределитель, вижу, он активен. Ну ладно, пошли. Это хуевая идея на самом деле. Опа. Опачки. Что это такое? Айди-браслет. Нам как раз нужен был такой айди-браслет. Ммм, простой на вид браслетец. Не сжегся, видимо. Ах ты ж, ебушки-то воробушки. О, это тёлка-то, которая была, я помню. Аннет. Её звали, да? Браво. Сожжёшь меня заживо, что ли? Сучка, ты чё делаешь? Тебе никогда не заполучить G-вирус. Я не единственная к самым... Знаешь, на кого она похожа? Блин, сериал, короче, про медиков был. Блин. Потом. Ой, бля. Плохо дело. Пяточки-то подгорают. А, взломать трещуточка? Ну, Бэтмен, действий, короче. Так, пока жопа у нас не сгорела в прямом смысле этого слова, давай, посмотри, направляй в другое место. Так, смотри, он идёт сюда. Он идёт наверх. И идёт в крайнюю. Окей. Окей, ешки. Ой, чё-то жареным пахнет, бля. Так, а централит у нас идёт поверху. Где-то внизу. Бля. А, перенаправляй, детка, перенаправляй. Есть? Есть, на жопе-шерсть. Мы не увидим, наверное, как Ада здесь подохнет. Слава Богу. Слава тебе, Господи. Эта стерва знает, что делает. Видишь, даже сейчас. В такой ситуации мы смогли вырваться. Нихера себе, бля, дверь-то, посмотри на размеры. Тут, блядь, в банковских хранилищах двери поуже бывают. Здесь такая дверина, но мы вроде справились. Эти загадки довольно простые. То есть тут как бы особо не заблудишься. Но вся проблема в том, что... А, это ID-дверь. Я думал, её надо подпитать. Вроде как бы, нет? Уровень доступа посетителей. Ваш ID действителен до даты 1 октября. Вернитесь до истечения срока действия. Не дождёшься. Хорошо, ладно. Я бы вообще в Севолоте дэб не возвращался. Это стрёмно. Это стрёмно. Давай хоть пикаль возьмём. Блин. Знаешь, на кого она похожа? Я думаю, что многие смотрели фильм. Называется «Леон Киллер». Там Натали Памбла, да? Если не ошибаюсь. Вместе с Киллером девчонка. Очень такая же прическа. Так же выглядела. Но она была меньше. Она была маленькой. Насколько я помню. Вроде бы даже несовершеннолетняя. Я понял, что мне сюда, наверное, не надо. Побежали. Опа, там какие-то кряхтения были. А где мы вообще? А где мы? Что мы? Так, это я... А, тут напечатанная машинка, мусоросжигатель. А здесь запертая дверь. А ты смотри, блин. Ни хрена, неплохо так. Ну да. Блин, странное место, реально. Реально странно. Чего не говори, но вначале где-то, по-моему, надо было этот браслет юзнуть, поэтому сейчас посмотрим. Я, короче, решил, что серийки давайте, наверное, делать минуток по 45-50, потому что по часу. Да и вообще, в принципе, очень удивительно, что так мало смотрят резюки. Я понимаю, что все каналы проходят ее. Но вспомнить с другими ААА проектами выходящими, как-то ситуация была более радужная. Так же я вполне себе могу грешить и на Ютуб. То есть не просто как старая бабка, которая заклинает всех подряд, а тут именно есть на то свои основания и поводы. То я залил ролики, была ситуация... А по одному просмотру было. По одному... А на одном ноль, на втором один просмотр. Пришлось писать тоже Ютуб. Ну там, как обычно, руками пожали, твою мать, что происходит. Что, твою мать, тут... Оооо... Хватит играть в кошки-мышки. Игра окончена. Вы проиграли. Скажите, ваш муж еще жив? Я готова увезти его, да? Или вы убили его, чтобы получить лавры за Дживирус? Любопытная теория. Если вы не будете сотрудничать, возьму образец из Нест. Только через мой труп. Какого мать ты делаешь? Несомненные плюсы, когда твой вес килограмм пятьдесят. Можно повисеть одной рукой. Ой! На металлической этой хрени. Ёп твою налево. Ну, святые какие-нибудь угодники тебе вряд ли помогут здесь. Тут были только крокодил и был только помог... Блядь, сейчас придет этот головорез, ебаный еще. Где Леон, когда он так нужен? Ты его курточкой своей пальтишком прикрыла. Ооо... На запах крови. А я знаю, что крокодилы могут учесть запах крови на херовую тучу километров. Может быть, тут так же. Из двоих лежачих у нас остается Клэр. А вот Леня. Леня, вставай. Подъем, блядь! Подъем, подъем, братан. Он так на Ивангая похож. Вставай, Леня. Не надо двигаться. А, да. Жопа с ручкой. Ты где? Спроси у нее. Так бы она точно Эйда. Видишь, в оригинале, в английском языке, она Эйда. Как Эйден. Есть имя Эйден. Эйден Пирс. Айден Оленко. Или как там его звали из Масс Эффекта? Или Кайден Оленко. О, успешный взлом. Братан, ты лежал, блядь, помирал, встал и пошел. Это похвально. Главное, что ты пошел с нашим облотом. Это заебись. Так что нормалек. Так. Это ебало... О, она же не работала, не работала, не работала. Но тут прекрасно она заработала. Стрелять, кстати, не могу. Я не могу даже прицел... Блядь. Могу прицеливаться. Хорошо. Тут была лестница. Благополучно разработчик побеспокоился, чтобы мы туда больше не залезали. Поэтому нормально все. О, а не надо ее пальто забрать? Она же дорогая явно. Не о том мы думаем. Бля, Леша, что-то ты как-то... Вот не в то русло свои мысли направил. Пальто подумал. Еще какой-то хрень. Так, ну тут по первому взгляду все нормально. Машиночка, давай. Давай запишемся. Так, хорош. Что у нас тут есть? Я чувствую себя Якубовичем. Открываешь так сундук, смотришь, что там закрываешь ситрой рожей. Что бы нам сложить? С одной стороны вроде бы все надо. Ключ наверняка мы еще в полицейском участке побываем. А красный камень драгоценный, похоже, стоит дорого. Но где мне его продавать? Я здесь не видел, чтобы можно было где-то это продать. Поэтому придется с собой таскать. Так, трава. Ну смотри. Давай вот эту смесь заберем. Хотя, в принципе, мало ли кто нам появится. Здесь канализация. Это кладезь всяких уебков в виде всяких зомби, боссов, Таносов местного разлива и так далее. Там у мистеров иксов, тиранов проектов. Все это одно и то же у нас. Так, я вот такую штуку видел в Dead Space. Я помню, там была миссия, где нужно было подниматься по такой хрени. И там монстры еще прыгают. Блядь, Dead Space охеренно. Вот это охеренно было, кстати. Ну, а ремаки на нее делать вряд ли будут. Потому что игра не такая старая, она нормальная. Прыгай ты, епта. Прыгай, Леня. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, сорок. Водопад. Видишь, оно лежит рядом с красными банками. И самые внимательные могли бы пробежать мимо. А мы заберем. Да возьми-ка дробаш, наверное, братан. Хотя не, не надо. Нет, с дробашом ты как-то смотришься более мужественно, поэтому нормально. Какой приятный запах. Ну, а хули ты думал? Это восточные воды. Людишки срут. А хотя какие там людишки, уже весь город зомби, блядь. А зомби не какают, как феи, как девочки, да? Нормально. Эй-эй-эй-эй-эй. Это что за звук такой? Бля, я его слышал. Черт, меня дери. Ладно. Сейчас проберемся как-нибудь. Бегать нельзя. Можно, но это трудно назвать бегом. Что у нас тут? В игре, кстати, очень интересно работает яркость и контрастность. Дело в том, я сначала должен решить, куда нам надо, налево или направо. Два карты посмотрим. А в принципе, налево тупик. Если ставить рекомендованную яркость, как рекомендует игра, то вот эти вот все темные участки, они будут после обработки ютубчиком, они будут пикселизироваться. Ну, то есть, как бы будет некрасиво. Это уже проблемы самого ютуба, я так понимаю. Поэтому я чуть-чуть прибавил яркость, я даже, если бы я не сказал, наверное, даже бы никто не заметил особо. Ну, плюс стало лучше видно различные такие вот темные закоулочки. Кто там у нас кричит? Дяба-дяба-дяба-дяба. Дяба-дяба-дяба. Вылезай, дяба-дяба. Если бы они вставали из воды, как, знаешь, какие-нибудь морские зомби, такие опухшие, как утопленники. Вот это было бы заебись, конечно, стрёмно. Опа. Опа. Спецназовцы. Этих ребят мы уже видели. Бля, прикинь, он встанет. Слышь. Чушка, ты вставать не будешь? Ну, не лежи себе, бля. Видеокассета USS. Operation Nest Recursion. Что-то такое там написано. Найдено на теле спецназовца. Теперь осталось найти приёмник. Ну, видеопроигрыватель. Так, тут темно. Бля, ну они так, знаешь, сделаны, как... Как думаешь, он встанет или нет? У него даже там лежит что-то, чтобы взять, чем отбиваться. Тихо. Здорово! Пока. Давно не виделись, ёбок. Всё? Неужели так быстро? Он, знаешь, похож на щелкуна из Last of Us, который... Так делали. Я иногда могу повторить. Когда мне смешно, я начинаю ракатать примерно как щелкун из Last of Us. Ха-ха-ха. Это двигается? Нет? Ну, а этот братишка вряд ли встанет уже. Значит, здесь нужен какой-то ключ. Этот вряд ли. Трейтмент фасилити. Ну, в фасилити нам, конечно, не попасть пока что. А там что-то... Там, видишь, комната управления, различные оборудования. То есть то, что надо. Ой, оп-та, я тебя не заметил. Ты живой? Блядь. Сука, не пугай же. Я же чуть-чуть это самое, личину не отложил. Мне кажется, что он жив, наверное, ещё. Знаешь, немножко парадоксально говорить на уже умершего зомби, как бы, это не человек, что ты живой ещё. Вон стоит, придурок. А почему не добавили немножко QTE интерактива? То есть я бы мог подбежать сзади, да? Он стоит возле обрыва этого. Ты подходишь, нажимаешь там A или X, и он падает, и он его опрокидывает. Это было бы удобно, это было бы охеренно. Я бы так сделал. Блядь, я даже не знаю, надо ли это трогать. Знаешь, то, что работает, не ломай. Не лезь, туда тоже нельзя. Давай попробуем, хер с тобой. Да, деталь устройства. Но сейчас света хуяка не бу... Может, надо запрыгнуть? Ага, хер там, блядь. О-о-о, а эта деталь устройства наверняка вставляется вот сюда вот. Да, ты думаешь? Она похожа, кстати. Но это обычный предохранитель. Штекер в форме ладьи. Ладьи. Угу. Я сделал вид, что мне это о чём-то сказал. Я сделал очень умный вид. Так, ладья сюда не вставляется. Там тоже ничего. Хорошо. Приёмник в форме ладьи. А там что-то лежит. А, он там стоит, смотри, продолжает, видишь? Лежать, сука. Падай, ёбок. Вот. Не заставляй, как говорится, нас долго ждать. Плагин. Написано, вискс-плаг. Давай. Сикс-плаг вставим. Вот эта дурацкая привычка, которая в детстве пошла ещё от Контер-Страйка, когда мы с пацанами ходили в клубах играть. Вот один патрон сделал, блядь, перезарядился. Один патрон выстрелил с эмочки или с калаша, а перезарядился. Ну, как бы тупая привычка, я признаю. И я пытаюсь от неё избавиться, честно. Ну, конечно, блядь. Ну-ка. А, мы же забрать тогда не сможем, понимаешь, в чём проблема? То есть мы её забираем, Лёнька подтягиваться не умеет и типа назад уже не вернуться. Ладно. Хорошо, я тебя понял, братан. Давай посмотрим так. О, нож надо. Нож — это заебись. Падай аккуратно. Только не умираю от тебя, прошу, пожалуйста. Сдыхать нам здесь не нужно. Туда можно? Пригнуться, я так понимаю, судьба или вера не позволяет. Что-то, блядь, такое. Отожди. Это похоже, как Человек-паука допускает свои вот эти вот паутину. Это типа, если оно опустится, пронзит, что ли, как колючка? Странно. Очень-очень странно. Вот сюда можно зайти, кстати. Ну, а здесь ничего нет. Не хватает какой-то парочки вот крокодильчиков злых там, ещё чего-нибудь. Опа! Поехали. Фу. Твою мать. Акса. Хуева там навоня-то. Ну, блядь, реально это... Это же надо как-то чистить. У меня почему-то ассоциация сразу с ушами, знаешь, забитой серой, которые надо почистить. Хотя, типа, говорят, что ватные палочки для ушей-то типа вредно. Блядь, там что-то рычит. Там что-то рычит. Не очень приятно. Блядь, вон встал, по-моему. Вон там что-то, что-то, что-то булькает и что-то рычит. Что это такое? Что это, блядь, синяя трава? Какая-то странная синяя трава. Не буду брать, у меня уже есть комбинация. Подожди, а что ты сюда собрался вставлять? У меня ничего нет для этого дела. Бля, печалька. Давай возьмём травку. В принципе, я могу её скомбинировать вот так. И получится такая вот тройная доза. Ну, чтоб не пропадала она зря здесь. Так, Лёнь, пошли посмотрим, что там кто издавал утробные звуки. Ёба... Блядь, я не хочу. Понимаешь, здесь он забраться может, а там нет. Это беда. Бля, там что-то большое надрабаждать. Для больших тварей у нас есть большая пушка. Всё нормально. Всё нормально. Бля... Буль-буль, где-то... А, это баночки. Баночка-скляночка, ржавый пинцет. Вкус фармалина на милом лице. Вспомнилась песня, а? Я думал, вот Ваня помнит. Я её часто напевал раньше в хоррорах. Так, погнали. Блядь, ты чё, ты чё, чудовище? Ты живой, фурункул, ёпта? Сдохни нахер, блядь! Ёб твою! Лежать, сука! На-на-ма-на-на, блядь, стрелять. Он сдох? Я думаю, что вряд ли. Вот теперь, наверное, да. Охренеть. Это что? Кто-то выбросил что-то старое из Макдональдса и оно ожило? Или что это? Или это крылышки, блядь? Сука, оно живое. Это гамут. Блогеры наснимали, короче, гамункулов, выбросили их. Вот некоторые из них всё-таки обрели как бы свободу и вот мутировали до чего. Гамункул, гамункул, нет, гамункулов, блядь. Ты ещё скажи, что это не нутелла, блядь, да? Это ж не нутелла. Ну, пробовать Леона мы не будем заставлять, я понимаю, как бы. По этническим соображениям делать такую херню не надо. Поэтому лучше просто пройти дальше. Назад-то мы вернёмся. В любом случае, назад мы с тобой вернёмся. Потому что там был клапан и это дело надо было открыть. Ох ты. Неплохо. Очень сильно эта канализация напоминает космические станции Дэдспейса. Фунипуллер... А, фуникулёр. Фунипуллер, блядь. Интересно. А чё тебя удивляет? Тебе ж Ада сказала, что комплекс Амбреллы расположен под землёй. И туда же мы находимся в канализации. Канализация как КПП, знаешь, такой пропускной пункт между лабораторией и этим миром. Поэтому удивляться, Лёнчик, тут не надо. Вон трава есть. И как нам её забрать? Хер его знает. Между прочим, Ада лежит... У неё там что-то воткнуто было. То есть кусок чего-то отвалился. И ей надо бы помочь. Куда она пропала? Копия письма в офис Амбреллы. Директор Оуэнс. По всему Неста раздаются сигналы тревоги. Не знаю, что происходит, но я слышу стрельбу. Не могу связаться со своим руководителем. Мы застряли в западном крыле. Прошу скорее, пришлите кого-нибудь на помощь. Ситуация вышла из-под контроля. Защитные меры не заработали, будто их не было. Диверсия извне. Единственное возможное объяснение. Но почему Мэйер и Ким мертвы? Никак не могу откашляться. Почему вы не отвечаете? Так это ваших рук дело. Вот, видишь. О, я помню, первые ноутбуки, кстати, в 90-х, по-моему, когда они начали появляться, были примерно вот такие вот. Реально такие вот. Я еще, когда первый раз увидел вживую, когда был совсем мелким, я думал, это какая-то военная шняга. Ну что, все писали код био, био. Может, амбрелла что-то... Амбрелла мы вряд ли тут сделаем. Тух. Давай тух попробуем. Нет, тух не подходит. Рух. Рух нет. Х, W. Не знаю. Здесь надо искать. Либо как-то возвращаться. Так, может, где-то что-то есть. Это центр управления. Тут ты, типа, должен был, по идее, что-то нажать и куда-то поехать. Но, как видишь, не работает. Так, что здесь? Ну, по виду оно все обесточено. Хм, подружки. Перезарядочка. Что-то должно произойти. Либо заставка, либо еще что-то. Потому что... А куда нам-то дальше? Тогда мы не... Ну, разбиваются окна? Блин, как-то проверять не хочется. Там вода. Так, подожди, давай... А, вот спуск, еб-то. Бегаю, бегаю, блядь. Я... Темно же, хули, не видно ничего. И плохо. Че-то давно мистера нашего, блядь, Таноса не было резидентского. Блядь, сейчас накаркал, наверное, да? Я могу. Я такой фартовый, что я могу, в принципе, как бы сглазить ситуацию. Не нравится мне этот звук. Может, это у тебя в животе? Ну же. Вейстхоспитал там написано было. А вон ее адочка. Ада? То есть грязная, вонючая какая-то ебь. Короче, вот... Что-то и в ногу. Заражение уже, наверное, должно было бы пойти не зомби-заражение. Я иду, ада. Иду. Ну, логика, понимаешь? В играх должна быть хоть какая-то. Брошюра строителей канализации. Обручение к генеральному директора. Благодарим... Так, 20 лет назад мы должны были улучшить канализации. Подземная работа должна оставаться верной своему неповторимому стилю. Простой в использовании, словно пешка. А их качество не оставит равнодушным даже короля. КСС. Выбор победителей. Вот пешка. Король. Видишь, как раз фигуры из шахмат. До встречи на поле битвы. Почетный директор. Опа. Опа. Сейчас мы кассеточку заюзаем. Посмотрим, что там у нас такое. Прошу. Я умоляю вас. Хватит, пожалуйста, прошу. Пожалуйста. Не надо. Не надо. 98-й год стоит, кстати, когда вышел второй резидент. Вон, дата. По-моему, это дата выхода игры, как пасхалка. Не трогай его, не надо. Кто это, блядь? И крысы похавали это дерьмо, смотри. Охренеть. В общем, мы увидели еще одного. Фирус. Готов поспорить, что его разносят крысы. Логично. А как иначе? Это, по-моему, обыгрывалось еще и в фильмах. Ну, вообще, изначально, как крысы похавали, разнесли в гнездо свое. Все крыски там, это все как тараканы, по сути. Это что? А, это наш ящичек. Смотри, кассета уже не нужна. Кассету можно выбросить. А если я изучу ее? Может, что-то найду? Ну, мало ли, понимаешь? Перед тем, как выбрасывать, лучше миллион раз проверить. Так, выбросить. Все равно она, типа, уже не надо. А место есть, хилочка у меня есть на всякий пожарный. Ну, и три слота еще как бы свободно. Немного, но нормально. Что это такое? А, давай. Патроны лишними не бывают. Я сейчас сохранюсь, я знаю, что там сохранялка была. Карта канализации. Ну, наконец-то. Так, там можно пройти. Вижу, что там уже какая-то загадка. Давай засейвимся. Так, спогнали. Keep out. Ага. Еще бумага. Как открыть дверь в зону U? Я потерял инструкции, где написано, как открыть дверь в зону. Посреди всей недавней суматохи. Знаю только, что надо воткнуть по штекеру в каждый разъем. Если кто помнит, какой штекер куда втыкать, прикрепите инструкции на эту доску. За мной должок. Найди штекеры. Определенно латья и конь на одной стене. Слон и ферзь не рядом друг с другом. Ферзь и латья были друг напротив друга. Но это мы решим, это не вопрос. Это, по-моему, оригинальная загадка именно из второй части. Потому что я помню... Бля, мне же было, сука, я был совсем маленький. Совсем пиздюк. Я помню, как мы с другом, по-моему, это решали. У нас не было интернетов. То есть, как бы, максимум интернет был в каком-нибудь интернет-клубе. Куда мы, в принципе, не ходили. Мы ходили только там, где можно было в Кэкску там порубиться. Еще что-то такое по-простому. Ну да. Видишь, они помечены, что куда вставлять. Деталь устройства. Так, смотри. Раз, два, три. И вот здесь вот. Типа их можно вынуть. Но мне кажется... А надо ли их забирать? Давай заберем. Деталь устройства. У меня столько места нет вообще-то. Деталь устройства. Бля, весь инвентарек-то заняли. Слушай, а может я... Я выложу, наверное, часть. Выложу этот камень. Мы с ним уже сколько серий ходим. А толку-то не особо. Так, камешек давай выложи. Выложи, наверное, вот эту траву. И, может быть, гранату выложи. Во, хотя бы немножко места освободим. Я их позабирал, потому что их надо было вставлять. А я помню, возле моста там разного. Там мост вставляешь, и можно пройти дальше было. Все, мы забрали. У нас их три. Надо еще три найти. Тогда дверь откроется. Хорошо. Подожди. Подожди, подожди. Я, видимо, должен, наверное, сейчас... Вот сюда коняку смотри. Вот сюда конь точно. Просто это как начальная точка. Понимаешь, от чего надо отталкиваться. Вон там пешка. Тут сорвано. Пешка и конь мы видим, допустим. Ну, ферзь. Его ферзь бы называют. Так. Ну, ладно. Что-то мы это самое затупили. Бегаем туда-сюда, туда-сюда. Если тут все заперто, значит, придется эти три расставлять. Хотя вряд ли. Вот, смотри. Видишь рычажок? Ух ты. Недурственно. Мне кажется, надо как-то... Опа! Там кто-то лежит у нас уже. Воду, наверное, надо как-то слить. Все, потому что с водой это не то. Это не то все. Ля, падать туда нельзя, слава богу, да? Ну, слава богу. Жуткое место. Реально жуткое. Слава богу, игры еще запахи не передают. Потому что там было бы вообще пиздосно. А вот и выход. Опа! Еще сейф. Я не знаю. Я не знаю комбинации по этому. Который стремный, блядь, а! Лежать, суха! Тихо, 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 брата! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. комбинацию сейфа я мог не идти туда так что она здесь надеюсь там ничего под ящиком нет блять сука уйди 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 отсюда чего пугаешь то блять вот это было стрёмно ты ж пиздюк бля там еще рычат лежать если не хочешь подохнуть я боюсь что все мне вот его рука здесь а должна быть там бля он еще встает все секир башка пришла так это мы заберем и сейчас прямо отсюда ездим все нормально лень травы занюхал и живой блять живее всех живых плохие звуки плохие звуки еще один рычаг питание работы я так понимаю что благодаря адовским вот этим он штучкам м м все нормально у нас функционирует все работает пошли сбегаем сюда посмотрим вот гранат лежит например чего добру то пропадать забрали всего гранатка у нас есть гранатка есть можно и поесть у нас только нет клапана вот с клапаночком у нас беда это что такое то порох по моему порох тоже забрать надо блять это живое по моему летом и ёбнули его вот не помню вот твою налево тихо падай сука падай 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 хорош но один патрон остался оу смысле подожди 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 а этот еще лежит лежит как говорится беспристрастный кусок дерьма так я чуть не понял мы что-то не были до или были вот мы пришли сюда но у нас клапана то нет понимаешь чем проблема и что ты собрал сюда вставлять может я его где-то упустил слушая мог хотя принципе мы более менее как бы все внимательно осматриваем что здесь тут загадка да отверстие для штекера видео магнитофон это мы видели канатная платформа тут сейф это мы тоже видели верхний канал отверстие для штекера мы типа прошли но я могу вернуться и забрать его как бы это понятно комната управления дисковый замок комната отдыха запертая дверь ой блин так давай еще раз осмотримся нет у меня штекера этого но этого на вентиля открыть я так не смогу это дело эти огромные пиздюки нам даже ничего не оставили вот эта печаль но сюда мы можем пройти то есть теперь мы здесь открыли себе проход возвращаться назад идея наверное не самая лучшая но мне нужно как-то забрать даму я помню там же по-моему мы заберем лики не представляю то есть чтобы ее забрать это одну надо вставить вторую вы ну то есть тогда мы в любом случае что-то должны оставить там это интересно перепрыгнуть через ограду я так понимаю не судьба видимо сегодня бля вон это хи слушай подожди 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 а как ты туда попасть планируешь братиш как-то по низу ну покажи мне комнату управления дисковый замок комната с очистным бассейном а в общем вон клапан лежит я вот что увидел он клапанок лежит его мы должны забрать туда 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 бля неужели это эту пану мы там могли пройти или нет ну я в любом случае могу вернуться попробовать я решил обратно вернуться потому что я понял что мы упустили один важный момент с вами мы сюда не зашли мы были вон там наверху я просто вырезал этот момент думаю не надо показывать беготню обратно так вот вот что мне надо было взять приспособление так называемое а сюда мы для посадки фуникулер требуется айди браслет в доступе отказано да нужно нужно спасти красопедку нашу аду вонг и тогда уже можно будет пройти смотри что мы делаем что мы делаем дальше можно куда спуститься еще ниже ярусом квитанция о доставке а по адресу указанному вами при заказе был доставлен следующий товар огнестойкий сейф одна штука кодовая комбинация написано на мелком а мелом на боковой стенке не забудьте стереть надпись серьезно кодовый сейф а мы видели сейф но я что-то не обратил внимание было там что-то написано или нет хер его знает а короче я думаю очень долго бегали если бы я не увидел эту приблуду когда я сюда бежал я нашел еще одно место где можно использовать подожди а ты упал оттуда то что ли наху ли тут так темно то так ты не падал мы пришли вот отсюда и там часа покажу вам сейчас я все покажу все что я успел разрядить это два места где можно пока использовать эту штуку вот тут мы убили зомби и вот сюда вот можно было пройти и и вон тоже этот клапан не клапан такой вентиль специальный использовать хорош да мог вставить туда ружье блять в рука в рот самым вставить в ружье пистолет и прокрутить то же самое было бы тот же самый эффектиц так мы с тобой открыли новый проход блядский рот это живое наверное но тратить патроны не хочется но туда придется видимо как-то добираться это уже проблема это херово так что то 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 что то ключ куда мы тебя положим ключ а пока некуда бля на хера я позабирал эти детали вот это вопрос но верно надо будет чтобы ну как-то же надо было что делать а у тебя как за здоровьцем жив-здоров бля и что мне выбрасывать три вида травы нож дробовик я не выброшу мне только порох придется выбрасывать ну я бы мог себе наварганить потрошкафта ну травы там понимаешь травы больше давай из нем и а травы здесь реально много чего чего что за ключ отчего он чего чего сюжетный ключ от участка канализационной сети entry zone где-то короче можно было его изнуть по-моему сейчас будем искать мы как бы примерно понимаем куда двигаться стоп 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 братан стоп стоп ленчик пока нам туда рано еще что здесь хера бля тут подъемы у меня справа видишь какая-то защита видимо от каких-то то ли ядов то ли еще чего-нибудь так тут сломано тут сломано и понятное дело что не откроется блять сейчас придется идти в ту самую клаку так называемую потому что по-другому назвать я это делу не могу посмотри даже пиздос какой-то блять но там может быть что-то полезное но мне просто некуда это складывать придется порох выбрасывать я не знаю надо ли было забирать эти фигурки с собой братишка с травкой видишь бьёб твою мать ёбаный свежий шо ты такое чё за хренови да братиш не знаю блять и знать не хочу траву мне некуда брать а понятно разбивать надо как-то ну да если взрывать то наверно тем чем-то типа гранаты что ли бля рисковать как не хочется а можно здесь пройти все хуже и хуже то есть теперь из них вылазит как из чужого прям пошли посмотрим а один патрон для дробь я блять сука идите британ нет я не стреляй стреляй блять а по минус 20 А скорострельность-то хорошая, понимаешь? Между прочим, что там у тебя выпало? А, из тебя нож выпал. Бля, там еще один кряхтит за ним, по-моему. Там, по-моему, еще один ходит. Что-то издает очень даже живые звуки. Ёп твою мать. Ты что, блядь? Так, он ушел. Может он слепой? Вряд ли, блядь. Тихо, 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 тихо. Надо же прицелиться туда. О, все. В таких ситуациях ты понимаешь, что выбрасывать порохом это, блядь, кощунство просто какое-то. Серьезно. Но у меня просто нет места больше. Я до сих пор не понимаю, правильно ли я сделал, что забрал эти предохранители с собой. Ёпта, нет. Блядь, нет. Нет, 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 братан, давай. Себе отсюда. Уйди, 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 уйди. Леня, надо что-то делать. У нас проблема. Хорош. Плохо. Вау, граната пошла в дело. А я еще думал, гранату выбрасывать, выбрасывать. Когда петух в задницу клюет, как говорится, все методы хороши, понимаешь? В данном случае петушок уже нас клюнул. Будет смешно, если тут ничего нет. То есть я сюда пришел, потратил патроны. Блядь, оно живое. Как гельминт какой-то огромный. Так, сюда-то мы пришли. А ради чего, спрашивается? Здесь наверняка что-то должно быть интересное. Опа, привет. Так. Выйти-то мы выйдем. Как нам назад потом возвращаться? Опа. Смотри, есть трава. Но вроде нас не сильно коцнули, да? У нас как бы все хорошо. Заражения нет, слава богу. Поэтому траву пока оставим. А у нас вообще нет, хилка есть, нормально. Похоже на оружейную. И там, по-моему, какой-то огнемет, что ли. Похоже, как вот бобина вот эта вот зарядная для огнемета. И как нам-то зайти? Пока, видимо, никак. Значит, что-таки предохранители я с собой взял не зря. Кинг-плак. А у нас есть кинг-плак? Вот хороший вопрос такой на засыпочку. Подожди, по-моему, был. Сделан в виде шахматного слона. Это слон, это пешка и конь. А короля-то у меня нет. Короля-то нет. Я тогда не смогу зайти. А другой вряд ли влезет. Ну, давай побегаем так, посмотрим. А может... О! Королева есть. Если я сейчас ее выему, что-то где-то закроется. Поэтому давай посмотрим лучше так. Огромный контейнер и не открывается. Ну, то есть понятно, да, что сейчас оно открыто. То есть я могу побегать, потом я выему это дело. А сюда могу вставить, видишь? Что сюда надо? Вот королеву сюда и надо. Королева, слон. Ферзь и пешка. Давай вымем. Деталь устройства. Вот, двери закрылись. И все, больше тут ничего нет. Вот это теперь вставляем сюда. И типа движемся дальше. Там, королеву давай. Сандаль. Так, где она там? Вот она. Я ее забрать должен, понимаешь? Мне же надо ее забрать. Каким-то макаром. А тут кто у нас? Сюда короля надо сандалить. Бля, что-то намутили прям жестко. Не помню, в оригинале было это... Братиш. Братишка, у тебя все в порядке? Алло. Бля, хуй ты встал-то, бля. Ты же лежал. Ну все, по крайней мере, у тебя, по-моему, что-то выпало. Нет? Я подумал, что это патроны. Да, немножко мы не то сделали. Понадеялись, а в итоге получилось вот так вот. А, типа я смогу здесь выпрыгнуть, видишь? Забрать вот эту фигуру. А это наверняка король, который мне нужен. И таким образом я заберу огнемет. Да, я правильно понимаю? Да, это король. Забирай. Прыгай. Смотри, а это мы можем забрать. Если я правильно понял. И пробежаться вставить там. Так, королеву можно сюда. Но тут я все равно не пройду. Так, давай. Вставляй. А здесь открывается. Но мне все равно придется как-то это все проделать. Бля, вот то надо было открыть. А тут король. Давай попробуем. По крайней мере, у нас теперь есть возможность. Можно пробовать. Угу. Получается вот такой проход. Допустим, короля мы сейчас ставить сможем. Заберем огнемет. Но нам же надо забрать помимо огнемета еще другие вещники. Правильно? Правильно. Вот, смотри, Миша, открыть. Типа лайфхак. Чтобы можно было выйти отсюда. Забираем пушечку. А куда мы ее положим? Химический огнемет. Чтобы выстрелить из огнемета удерживать. Ну, допустим. А я ничего не потеряю, нет? Таким образом. Просто не хотелось бы. Химический огнемет. Ай, блин. Оружие производства Амбрелла. Использует газ под давлением, чтобы испускать пламя. Можно переносить и пополнять запас. Давай, наверное, выбросим порох-то. Потому что мне нужно пособирать фигурки, а мне некуда будет их складывать. И вот это будет жопный косичок. Так, если я вот это вот сейчас выйму. Оно мне, типа, закроет двери. Но я там смогу выйти. И ничего страшного криминального не произойдет. Ну, тут везде калитки. Видишь, в чем проблема? Так, тут закрыто. И тут закрыто. Надеюсь, она обратно открывается. Так. Сейчас я должен это делать. Теперь все побегать, пособирать. Например, отсюда. У нас еще тут где-то было, я помню. Так, вот тут я вставлял, по-моему. Нет. А, вот. Во, нормально. И куда мы это положим? А вот это уже проблема. Вот это уже задница. Так, и что мне выбросить? Блядь, у меня все нужно. У меня все. Мне все надо. Это надо, это надо. Нож тоже нужен. Ключ. Подожди, может, рядышком где-то я могу выложить? Рядышком я херчу могу выложить, блядь. Нижний канал. Лифт. Тут в ближайшем нигде ничего нет. Так. Бля, придется хилку выбрасывать, потому что мне больше ничего. Это сюжетные все предметы. Патроны я выбросить не могу. Ключ тоже. Хилку. Давай хоть используем ее, нет? Блядь, это тупо. Реально тупо, но... Какой вариант? Вариант такой, что я должен буду убежать сейчас. А я не убегу. Тут закрыто. И мне придется переставлять. Как минимум королеву нужно будет поставить сюда, чтобы открыть двери. Понимаешь? То есть я выйти-то не смогу туда наверх. Поэтому у меня выбора нет. Придется выбросить. Жалко. Зная, что это хорошая вещь, пришлось вот такую вот хурму делать. Подожди. А если я тут поставлю, как я ее потом отсюда заберу? Если тут все, блядь, закрыто, то это не так-то просто. Так, так, так. Вроде бы я все сделал. Все, что надо было. Забираем. Сколько у нас в итоге? Смотри. Раз, два, три, четыре. Пять штук есть. И последняя была в начале у нас. Мы ее так и не забрали. Последняя была у нас в начале. Так, гнемет есть. Вот такая вот штука. Жарит, наверное, очень даже солидно. Проверять, конечно, особого желания нет. Блядь, у меня места нет. А вот это проблема. Плюс в канализации, насколько я помню, там был еще один проход. Мы его не открывали еще. Так, сваливаем отсюда нахрен. Не споришь, что огнеметец хорошая тема. Плюс прошла сохраняшка. То есть, если что случится, то мы отсюда и начнем. Я предлагаю здесь закончить, наверное. И в следующей серии мы с вами отправимся дальше. Блядь, я хилку выбросил. Вот это грустно. Это реально прям... Ёптвою налево. Это реально прям грусть. Все, ребятуши. Это был Resident Evil 2 ремейк. Мы проходим потихонечку. Компания за Леона. Увидимся в следующей серии. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok